Счет сократился в счете до 4 очков, что не дрогнула ли ваша команда. Но пришел Конев, и я думаю, что, может, если команда и дрогнула, а Конев что? По-моему, там очков 7 подряд положил в этот момент. Вспомни этот момент, как сложилась игра. Игра сложилась удачно для нас. Нет, не дрогнул. Если вы говорите, что забил, значит, не дрогнул. Все дрогнули, а Конев нет. Ну, почему все дрогнули? Ну, как-то не забивали. Не знаю. Ну, просто если по цифрам посмотреть, третья четверть опять у нас есть такой момент, что мы думаем, что все легко будет, если мы вначале хотя бы какой-то задел делаем, сколько нас игр, мы потом расслабляемся почему-то. И третью четверть опять просто проиграли, и мы опять вовремя собрались как бы. То есть, ну, вот так получается. Ну, ты взял эту инициативу на себя как-то там по рутеру? Я не брал инициативу. Так, да, так, на этот момент у нас как бы так, да, разыграно было. Так получилось, что был я открыт, поэтому и бросил. То есть, ну, так. И часто у вас, вот, или когда последний раз, у вас, как говорится, вот так вот дергали нервную систему, что заставляли усомниться в победе? Ну, если вы следите за чемпионатом, то, конечно, много игр у нас таких уже было, валидольных, так сказать, да. И это, конечно, нас не радует. Ну, как правило, у вас находится. То есть, то конем, то еще кто-нибудь. Ну, слава Богу. Спасибо за игру. Ладно, спасибо. Успеха вам. До свидания. Особенно для вас. Вот в этой зарубе, особенно в четвертой и четверти, то ли расслабленности вашей команды, то ли вот какая-то вспышка получилась у Николаева для вас неожиданная, что вот так разрыв сократился чуть ли не с 20-24 очков. Что же было? Да, я, наверное, думаю, что и то, и другое. Николаев, действительно, ребята поймали кураж, забили несколько очень тяжелых мячей, там даже неимоверных. Мы же, в свою очередь, очень допустили какие-то неприятные ошибки, много намазали из-под кольца. Вот, игра сократилась, выровнялась. Вот, хотя так на протяжении всей игры мы игру контролировали, и не было никаких, скажем так, опасений. Ну да, был определенный момент, в который команда Николаева к нам действительно очень близко подобралась. Как сказал Вова, уже в критический момент мы проявили больше, наверное, какого-то самообладания и выиграли эту игру. Вы считаете, угадали вот с пятеркой, в частности, что Конев, по-моему, и очков из 13 забил? Если результат такой, то, наверное, угадали. А вот, как ваши легионеры? Не ставилась ли задача перед ними, когда они поотдыхали в свое время, а потом вышли на площадку, думали, очевидно, что они возьмут игру на себя и, так сказать, сделают результаты, а получилось, нет? Не у них этот ударный момент получился? Не у них, думаете? Рябчук, Конев? Ну, не знаю. Брэндон Фрейзер, он играет на позиции первого номера, 8 результативных передач. Да, сегодня, может быть, где-то не совсем его удачный игрок. Были какие-то ошибки, есть вопросы по защите. Но я не хочу кого-то выделять, либо говорить о том, что кто-то сегодня сыграл неудачно. Конечно, любая ошибка, совершенная любым игроком на площадке, это командная ошибка и любое удачное действие – это плод, скажем так, во многом взаимодействий партнеров по команде. Поэтому команда сегодня выиграла. Это хорошо. У команды были провалы. В этом тоже, я думаю, что отчасти виноваты все мы вместе взяты. Ну, мы победили, я поздравляю ребят с очередной непростой очень победой наших болельщиков. Есть к чему стремиться, есть над чем работать. Вы уже знаете своих будущих соперников в Еврокубке ФИБА? Конечно. И с кем там? С бельгийцами, с литовцами и с датчанами. Первая игра 16-го числа у нас на выезд. Вот у нас сейчас очень плотный график, мы отыграли сегодня. Играем послезавтра и 16-го числа уже играем в Дании. Желаем вам успехов. Спасибо. Спасибо. Вплотную. Чего, на твой взгляд, не хватило нашей команде или кого на площадке? На мое смотрение, мне кажется, может где-то чуть-чуть удачи не хватило. Возможно, не хватило пару игроков в ротации, чтобы хотя бы на пару минут поменять. Где-то концентрации не хватило, где-то сил не хватило уже в конце. Очень-очень хотели достать, очень были настроены на эту игру. Все вроде бы получалось, вроде бы достали, чуть-чуть не хватило до конца. Мне кажется, сил, скорее всего, сил может удачи. Как у тебя, когда ты поймал свой или бросок, или тот ли кураж, как говорят, что решил чаще брать инициативу на себя? Не знаю. Старался играть больше от защиты. В нападении, если представлялся шанс, пытался его как можно максимально использовать. А в основном играл от защиты и пытался, прежде всего, найти там свою игру. Ты считаешь, что наша команда может прибавить, даже на фоне такого соперника, как Химик? Да, конечно, конечно. Мне кажется, мы сегодня показали, что мы спокойно можем играть, и даже с такими командами, и ничего в этом в них страшного нет, и они нам по силам. Мне кажется, мы сегодня это показали, просто чуть-чуть нас не хватило. Спасибо. Желаем успеха. Спасибо. Мы прежде всего хотели реабилитироваться в глазах наших болельщиков, показать достойную игру, чтобы привлечь на трибуны наши как можно больше болельщиков, чтобы они были нашим шестым игроком. И сегодня наша игра вселила уверенность в них, нам поддерживали всю игру. Спасибо им. Что нам удалось? Удалось как бы наладить защиту. Мы готовились к этой игре, и тренировки не прошли даром. Ребята поняли концепцию и очень рамотно защищались. Но короткая скамейка все же не позволила до конца нам удачно защищаться. На фоне усталости появились ошибки. Как бы на запредельных нагрузках работали, поэтому уже концовка химик за счет ротации добавил. Мы не смогли как бы чуть лучше сыграть. Много, конечно, не много, но свои мячи не забили. Из-под кольца там несколько неправильных решений, но в целом с такой отдачей нам по силам любой соперник. Единственное, главное не впадать в эту яму, которая у нас была накануне. Хотелось бы, чтобы у нас так что и продолжилась такая самоотдача. Я надеюсь, и будем исправляться. Скажите, мы в большинстве матчей, особенно там, где мы выигрывали, наша команда все равно уступала соперникам и в точности, и в количестве попыток бросков из-за дуги. Это как-то так связано с тем, что у нас обмаль бомбардерев, или же соперники как-то так наших ребят на дуги хорошо держат. Дело не в соперниках, дело в нас, в том, что у нас команда в этом году подобралась такая, что не обладает таким точным снайперским броском, таким, как у того же многолетнего игрока нашей команды Паши Ревзина, или с Луцкой Волынию взять Полюлюка. Ну, нет у нас сегодня таких игроков. Но у нас другие есть качества, которыми мы пытаемся обыгрывать соперников. Пока ищем такого игрока, но те возможности, которые есть у клуба, не интересуют этих игроков, потому что скромный бюджет у нас чересчур. А что, какие прогнозы по Циколюку, когда он сможет хотя бы тренироваться уже? Ну, он начинает индивидуальную работу уже в тренажерном зале, велосипед крутит. Но, как бы, говорить о том, чтобы полноценно начал работать с командой, еще вопрос так не стоит. Это не декабрь еще, да? Может быть, декабрь, но давайте посмотрим, как он будет восстанавливаться, пока еще не готовы выйти на площадку. Сергей, еще один вопрос появится. Да, пожалуйста. Ребята удачно стартовали, то есть первые пять минут держались на равных, потом уступили. Почему, по-вашему, перелом случился вот только в третьей четверти, и они могли так близко подобраться на два очка Дуфины? У нас были две ошибки по времени, я не имею в виду, что всего две, да? Один раз у нас провал там произошел на 11 очков, мы упали, потом на 16. И когда подобрался в состав, который более грамотно играет на площадке, выдерживает ту концепцию защиты, то, соответственно, пришел результат. Хорошо бились, хорошо ставили спину, выигрывали отскоки. Соперник тоже не уверен был в своих действиях в какой-то момент, не могли забить свободные броски. Но это результат хорошей защиты, на мой взгляд, с нашей стороны. А что Чиняковым в четвертой четверти? Там по каким-то схемам не подходил, потому что вроде и полом немного, и удачно играл, забивал. Он забивал, да, но он выдохся, устал уже. Он бороться с высокорослыми центровыми, и при этом еще активно участвовать в нападении достаточно сложно. Нужна ротация, сегодня ее не хватало, поэтому видно было, что он уже просто не успевал в защиту. Поставил Илью Жуковского, как бы состав нормально играл весь, не было необходимости замены. Поэтому дали отдохнуть ему. Спасибо вам за игру. Спасибо вам.